Сила и изящество. В городе стартовала женская спартакяда. Триумф на Балхаше. Рекордный заплыв на озере. Очередная 14-я сессия городского маслехата началась с торжественного награждения в честь 30-летия маслехатов. За заслуги в создании нового Казахстана, активное участие в общественно-политической жизни области, благодарственные письма от имени Акима Карагандинской области вручили депутатам Кристине Шафиковой и Гульнар Шайкеновой. А депутат Руслан Савутов и Серик Болту Суббеков были награждены почетной грамотой от имени Акима области и председателя областного маслехата. Депутат и предприниматель Серик Касымбеков, который также принимает участие в благотворительных мероприятиях, стал обладателем номинации «Жумар Джурек». Забор воды производится насос на станции «Береговая», а городу над двумя насосами. Подача воды производится двумя манистральными водоводами, это левый и правый, как я вчера говорил. Общая протяженность 51 тысячи 480 метров. Протяженность полива ветки 35 тысяч 402 метра, протяженность по правой 16 тысяч 305 метров. После торжественной части перешли к официальной. На ней обсудили состояние зеленых насаждений и содержание парков и скверов. С июня по сентябрь товарищество с ограниченной ответственностью Балхашсу осуществляет полив через береговую насосную станцию. Парк и скверы это такое дело, что здесь нужно и животное содержание, и животное. В прошлом году, допустим, зеленый строй содержал аллею за декады. Сейчас проблема там в чем? Проблема в том, что там полив не может понадобиться. Почему? Потому что у него конкурс закончился, он бросил его и все. И все трубы разморозят. Сейчас все брусчатки поднимаем, опять копаем, полив. А люди все пишут, где полив. Понятно, хозяина нет, поэтому хозяин должен быть, который франкурует, если его сделает, и в следующем году опять запустим. Кроме этого, на очередной сессии было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата городского маслехата Замзагуль Абеовой по личному заявлению. Замзагуль Абеовой по личному заявлению. Санцерт Евгении ripped. В этой области, для примера, 31 тенге на 14 июня 2023 года. Нет, здесь, если вы прочитали, там в конце есть три организации. ПСА, «Палхаш-Универсал» и «Маженери». Мне дают 80 тенге, «Палхаш-Универсал» стоят 80 тенге. Другие – 56, другие – 76. Это берут среднюю стоимость. В любом случае цена за квадратный метр ни в одном КСК, минимальной нету, они по любому добавляют. Просто минимальную депельщину, минимальную. Нет, по ценовому предложению, вы поймите, здесь все понятно, но если мы сравниваем по городам в Организмской области, у нас на данный момент 48 тенге за квадратный метр, мы хотим поднять до 50, в среднем, значит, это увеличится примерно на 10%. То есть, если за квартиру человек платит 1000 тенге, он будет платить 1100. Ну, все зависит от квадратных. В Балхаше провели общественный мониторинг объектов естественных монополий. О путях реализации инвестиционных программ на 2023 год представителям СМИ рассказал руководитель Управления комитета регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Улытау до Уржу-Нузбека. С 2018 по 2023 год общая сумма реализации проекта составила 197 миллионов 175 тысяч. Конкретно за 2023 год сумма составила 43 миллиона 450 тысяч тенге. Проект реализовывался тремя подрядными организациями. Это ТО «Арманстрой», «Алгастрой» и «Арланстройкомпани». Первое место, где провели мониторинг – канализационная насосная станция цеха тепловодоснабжения. Здесь имеется три насоса по 200 кубометров. Главная особенность технологии, которая здесь применяется – энергосбережение и автоматическая работа в соответствии с современными требованиями. Модульный водостопный комплекс необходим для непосредственной передачи сточных вод с промышленной площадки в магистраль канализации, то есть для остановки стоков. На это потрачено более 197,5 миллионов тенге. В связи с недоуветворительным состоянием кабельных линий и блоков построили воздушную кабельную эстакаду. А строительство кабельной эстакады повышает надежность электроснабжения потребителей. Кабельная продукция без деке – онбр штук. Это получается фидер вайербасовый, фидер 29, фидер 30 и постоянный. Кабельный блок состоянный с декой, то есть кабельная эстакады. Кабельная эстакады – это не только в декой. Участники мониторинга побывали на субъектах, обеспечивающих электроэнергией Балхаш и все населенные пункты. В 2023 году Акционерное общество «Жизказганское электрораспределительное предприятие» Акционерное общество «Балхашские электрические сети» приобрело 4 спецмашины. 656 сотрудников компании работают над обеспечением города электроэнергии. На данный момент у нас в сетях филиала замечаний нет, работа происходит согласно поданным ранее заявкам. В ремонте у нас линия 243-8 и бригада также допущена. По видеостене и телемеханике замечаний нет, все работает. А если, например, какие-то порывы или что, вы здесь уже… Отключение. Аварийное отключение для механизированных подстанций, да, сразу показывает. Показывает частоту сети, перетоки и всю необходимую информацию. В «Жизказганский рейх» входят три филиала. Это «Балхашские электрические сети», «Центральный район электрических сетей» и «Каражарский район электрических сетей». Соответственно, их производственные базы размещены в городе Балхаше, в «Жизказгане» и в городе Каражал. Значит, если в разрезе смотреть филиалы «Балхашские электрические сети», имеются два района электрических сетей. Это, значит, ЦРС и Южный РЭС – это город Приозерск и город Балхаш. Линия в целом по ЖЭКу, линия электропередач составляет 7,7 тысяч километров. А этот трансформатор не менялся со времен Советского Союза. Сейчас его заменили на трансформатор напряжением 40 тысяч киловатт, который в настоящее время обеспечивает электроэнергией город Балхаш и все его населенные пункты. В конце прошлого года Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 5000 тенге нового дизайна. Эта купюра стала первой в новой серии «Сакский стиль». На ней изображена уникальная культура намадов – тайгаки, тазы и другие краснокнижные животные. Сейчас у меня в руках пятитысячная купюра старого формата. Мы попробуем поменять ее на новую. Все банкноты старого образца в течение года будут постепенно изыматься из обращения. Период их параллельного обращения вместе с банкнотами нового образца являются законным платежным средством. Обменять купюры сегодня решили и мы. Для этого обратились в акционерное общество «Халыкбанк». Здравствуйте. Поменяйте мне, пожалуйста, купюры на новую. Вообще, часто ли люди меняют купюры? Вот новая купюра. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот так выглядит новая пятитысячная купюра. Знают ли они в Ахарсе, мы сейчас и узнаем. Здравствуйте. Видели ли вы новую пятитысячную купюру? Здравствуйте. Видела так вот, но не рассматривала. Видела только издалека. Какая вам нравится? Как вам дизайн ее? Ну, наверное, знаете, нам привычно уже давно эти пятитысячные. Мы к ним привыкли, наверное, те все-таки нам ближе и интереснее. Ну, может быть, привыкнем, и эти будут тоже хорошие. В принципе, какая разница? Лишь бы стоимость их была одинаковая, а дизайн нас не очень волнует. Очень красивые, приятные на взгляд. Даже смотришь, тем это радует даже. На работе часто встречаются они или редко сейчас? Сейчас вот начались, вот только вот началось вот это вот, ну, как бы распространение вот этих вот пятитысячных купюр. И, в общем, не так давно, вот уже две штучки у меня дома лежат. Какие больше нравятся особо? Разницы нет, мне кажется. Главное, чтобы они были не маленькие, пошире, чтобы заметить их можно было в целом. И, а по сути, как они выглядят, главное, чтобы они были у всех. Да, мне кажется, все лучше, и даже сама краска намного лучше стала, и купюры такие шершавые стали, новенькие, хорошенькие. Ну, симпатичные, маленькие, в кошелечек поместятся хорошо. Да, встречала много таких купюр, ходят, да, красивые, да, интересные, и то, что сделали их поменьше, в кошелек хорошо влазят. Купюры нового образца были введены в конце 2023 года, с декабря 2023 года в нашем филиале купюры появились под Новый год, то есть на Новый год уже были. Купюры достоинством номиналом 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Многие клиенты не знают о существовании новых купюр. Обращаясь в отделение банка, допустим, получая сдачу, данными купюрами удивляются, ну, кассиры разъясняют. Купюры красивые. Что касается купюр старого образца, они будут постепенно изыматься из оборота в течение двух лет. Казахстанские тенге нового дизайна обещают стать самой защищенной банкнотой. По словам экспертов, ее будет сложно подделать. При создании купюр применяются новейшие технологии, а также уникальный вид печати, создающий уникальный рельеф и краски, что позволяет при проверке на ультрафиолете светиться желтым цветом. Старые купюры будут действовать до 24 декабря этого года. Все банки и Каспочта будут обменивать банкноты старого образца на новые в течение трех лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно. Пловец-любитель Изорска Варвара Ивлева смогла переплыть озеро Балхаш. На заплыв длиною 41 км ей понадобилось 15 часов 49 минут и 14 секунд. 30-летняя Арчанка стала первой спортсменкой-любителем, кому это удалось. До этого попытки совершить подобные заплывы уже были, но ни одна из них не увенчалась успехом. Варвара плыла в соло-заплыв, по правилам которого запрещено касаться, осуществляя опору на лодку, от момента старта до финиша. Кормили Варвару во время заплыва как специальным спортивным питанием с высоким содержанием углеводов и небольшими бутербродами. Поначалу она питалась каждые 50 минут и стала замерзать из-за нехватки энергии. После этого частоту приема питания сократили – питалась каждые 25-30 минут. Плаванием я начала заниматься 5 лет назад. До Балхаша у меня был опыт участия в марафонских заплывах, но Балхаш стал самым большим. Стартовала я с Алматинской стороны, в Алматинской области, а финишировала в городе Приозерске. Сам заплыв мне очень понравился. Я по-настоящему кайфовала в процессе. Была замечательная погода. Все почти 16 часов. За 15.49 я преодолела эту дистанцию. На финише была удовлетворена, счастлива. Мне было безумно приятно, потому что у меня была мощная команда поддержки. Особые слова благодарности выражаю организатору Дмитрию Егорову, сестре своей и Павлу Паньковскому. Все эти люди были со мной на лодке, кормили меня, холили, лелеяли, грели и всячески поддерживали. Планирую вернуться в Москву, пойти в ближайшее время в бассейн, потренироваться. И, наверное, в сентябре еще поплыву в Сулакском каньоне. В Балхаш Варвара приехала с организатором заплыва Дмитрием Егоровым и со своей командой. Стоит отметить, что пловец-любитель живет в Москве и работает врачом. В Балхаше стартовала 12-я областная женская спартакиада Жанны Неззек, Рухоби Карулар. В этом году на конкурс приехали участницы из разных уголков региона. Караганды, Тимиртау, Шахтинска, Сарани, Приозерска, Актуайского, Абайского, Бухаржрауского, Нуринского, Осакаровского, Шетского и Каркаролинского районов, а также местные команды. Они соревновались в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, тогас-гумалак, летнее, президентское многоборье, шашки, пять асыков и настольный теннис. Главная цель спартакиады – пропаганда здорового образа жизни, а также привитие интереса женского пола к регулярным занятиям спортом. Наши команды, продемонстрировавшие высокие результаты в этой спартакиаде, будут отобраны для участия в республиканских соревнованиях, где они смогут проявить свои силы. Соревнования пройдут по семи видам спорта. На данный момент в соревнованиях участвуют более 200 спортсменов. В спартакиаде принимают участие спортсмены из всех городов и районов Карагандинской области. Говоря о летнем президентском соревновании, то уже состоялась мандатная комиссия. Соревнования будут проходить на стадионе «Металлург». Айжан Сан Сызбай – учитель физкультуры с 20-летним стажем. Настольным теннисом она не занималась порядка 10 лет. Но это не помешало ей завершить первую игру победой. Желаю себе победы и удачи другим участницам. Первая игра была очень напряженной и сильной. Я играла со спортсменкой из Симртау и выиграла со счетом 3-0. Хочу выразить благодарность Акимату города Балхаш и отделу физической культуры и спорта за организацию этого соревнования. Все организовано на высшем уровне и соревнования проходят замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok